Инженер, программист, экономист. Никто же не задается вопросом, что ты там делаешь в этом компьютере. В смысле? Сегодня среда, мы должны работать. Но так как у нас равноправные отношения. У нас все на мази. Люди стали бешено скупать жилье. Велосипеды крадутся бесконечно. Распахиваем свой балкон и пахнет навозом. Попейте там чаю и успокойтесь. Привет, меня зовут Влад. Я из Новогрудка, Беларусь. Я работаю разработчиком в EPUM Systems. Привет, меня зовут Аня. Я родом из маленького города Беларуси, Новополоцк. Я работаю тестировщиком в компании LeastPlan Digital. Мы живем в Нидерландах полтора года. И это наша история переезда. Моя личная история переезда началась в моем 10 классе в школе, когда нас отвезли в Германию. Это была какая-то программа обмена. В общем, мы уехали на неделю, жили в семьях, ходили в школу. И Германия меня очень впечатлила. И вообще Европа в целом. Пожилые люди, которые сидели в кафе. Красивая архитектура. Вообще какая-то общая расслабленность. Мне это поразило. Я решила, что когда-то я бы очень хотела поучиться или поработать в Германии. С учебой как-то не сложилось. Я думаю, мои родители в какой-то степени были даже против. Потому что они не хотели, чтобы я уезжала так далеко. Непонятно было, сколько это будет стоить денег. Возможно, у нас и не было такой суммы. Поэтому идея с учебой отложилась. Но я думаю, что это было начало моих идей о переезде. У меня, наверное, первые мысли появились о переезде или пробах пожить в другой стране. Тоже где-то, когда я еще был достаточно юн. И в школе я помню свои впечатления, когда мы с родителями когда-то, когда я был еще достаточно маленький, съездили в Польшу. Потом в старших классах я попал в Бельгию. Потом начали активно путешествовать. И все чаще-чаще посещала мысль о переезде. Переезде даже, наверное, не навсегда. Мы сейчас, наверное, не знаем, хотим ли мы оставаться навсегда или возвращаться. Больше как для получения какого-то опыта. Посмотреть, как это – жить в другой стране. Все-таки экономическое и какое-то социальное развитие совершенно другое. И хотелось бы, возможно, привнести что-то новое в свою белорусскую жизнь. И вообще нас спрашивали, как мы выбирали страну. То есть как мы выбрали ту самую, в которую бы мы хотели переехать. Ответ простой, мне кажется, никак. Когда мы переезжали, нам было по 23-24 года. Конечно, мы успели попутешествовать немножко в студенчестве. Но, как известно, туризм и эмиграция – это разные вещи. Вот, поэтому мы просто начали искать работу, Влад в частности. И когда уже было несколько офферов, мы просто сели, посмотрели на эти страны и выбрали как-то интуитивно, что ли. Не было у нас еще в 23 года какого-то такого опыта, на основе которого мы могли сказать – вот это наша страна мечты, и мы уезжаем туда навсегда. У нас был список стран, которые предпочтительные для нас. В основном это была Скандинавия, плюс Нидерланды и Германия. Но так сложилось, что вообще предложений в Скандинавию не так уж и много людей живет. И пускай там IT-развитые, но не так много IT-компаний. И предложений там было намного меньше, и каких-то вакансий. У меня буквально было пару собеседований со скандинавской стороны. И совершенно невероятно большое количество в Берлин и Амстердам. Все-таки, наверное, Берлин и Амстердам являются IT-столицами в Европе. И по количеству каких-то стартапов, крупных компаний и вообще финансирования в сфере IT. В конце концов, мы пришли к тому, что в один и тот же день я получил два оффера. Один был из Берлина, и другой был, предложила моя же компания, это E-Pump Systems, предложила мне переезжать в Нидерланды. И в целом, предложение E-Pump Systems показалось более комфортным и финансово в плане, и поскольку компания огромная, и переезд сотрудников – это что-то само собой разумеющееся в ней, то сам процесс очень отлажен. И поэтому мы выбрали уже из Берлина и Амстердама Амстердам. Хотя поначалу, мне кажется, мы разошлись во мнениях, и Владу очень понравился стартап в Берлине. Вот. А я не знаю, это странно, потому что ведь у меня был, у меня есть немецкий язык, да, какой-то небольшой уровень, всю свою школьную жизнь я учила немецкий. И изначально я хотела ехать в Германию, но почему-то, когда вот перед нами на столе лежали эти два офера из Берлина и Амстердама, у меня было какое-то внутреннее ощущение, что мы должны ехать в Амстердам. Я не знаю, ну, как бы я до сих пор не могу это объяснить. Особенно, учитывая то, что это был наш первый вообще такой масштабный переезд в жизни в другую страну, в плане работы хотелось что-то, чего-то безопасного. И вдобавок, если у Влада была работа, когда мы переезжали, у меня ее как бы не было, я просто дорабатывала текущий контракт. И, конечно, было немножко волнительно, найду ли я здесь себе работу, какой здесь рынок, подходят ли мои скиллы. Мы решили, что как минимум тогда работа Влада, она должна быть какой-то стабильной. Почему мы начали работать в IT? Потому что лично у меня всегда была предвосположенность к определенным наукам, как и многих других детей. У меня еще папа физик в придачу, и поэтому физман для меня был чем-то таким определенным уже. Конечно, у меня есть там и другие какие-то увлечения, но в целом, как будущая профессия, я видел себя именно связанно с чем-то технологическим. Но в то же время я не думал, что я действительно хочу быть именно программистом, потому что все-таки ты, когда представляешь себе в детстве профессию, кем ты будешь работать, что ты будешь сделать, то, когда ты видишь программиста, ты представляешь, что программист сидит у компьютера целый день. И скорее всего ночью. Так и есть. Никто же не задается вопросом, что ты там делаешь в этом компьютере. Тыкаешь кнопочки или играешься, или может быть еще. То, конечно, если рассматривать с этой стороны, то это не слишком интересно. И поэтому при поступлении я выбрал инженерно-экономический факультет Багуира. Багуира – это университет в Беларуси, который в основном занимается подготовкой айтишных кадров. Я выбрал специальность, которая называется информационная система и технологии в экономике. То есть подразумевается, что у нас в конце будет диплом инженер-программиста-экономиста с каким-то знаниями в экономике. Но, как показало на практике, то у нас в университете экономика не слишком сильного уровня. Ну, в принципе, как в возможной стране. И стало понятно, что буквально на третьем и втором курсе уже нужно искать работу, потому что в противном случае ты не устроишься. У нас есть в Беларуси распределение, и тебе нужно заботиться о том, куда же ты распределишься. И у нас в университете есть такая система, что ты можешь устроиться в какую-то компанию, которая является спонсором университета, и тогда ты можешь отрабатывать распределение в этой компании. В конце второго курса я уже работал в EPM Systems и работаю до сих пор, развиваясь и веруясь в себя по карьерной лестнице. У меня, в общем-то, наверное, никогда не было каких-то инженерных способностей. Я была неплоха во всем понемногу. Школу закончила с золотой медалью. И когда мы выбирали, куда мне поступать, мы просто пролистывали справочник с профессиями, со специальностями, с мамой. Я не знаю, как объяснить, как мы выбрали именно эту профессию, потому что в моей семье нет программистов, никто не связан никак с IT. Почему мы выбрали именно эту специальность, я не знаю. Выбирала между двумя, между энергетикой и программированием. Очень рада, что я не пошла в энергетику, а пошла в Бугуир. Я училась с Владом на том же факультете, в той же группе. Я выбирала специальность тоже по такому же принципу, мол, если мне не понравится быть программистом, то я буду экономистом. Наша специальность напишется так, инженер, программист, экономист. И между этими словами есть тире. Так вот, даже наши преподаватели говорили, что мы программист минус экономист. Потому что мы тратили очень много времени на программирование, у нас была куча предметов по коду, и как бы не слишком много экономики, и мы откровенно на нее забивали. Мой выбор профессии – это такое дело случая, наверное. Но я рада быть там, где я сейчас есть. С тех пор, как я подписал уже контракт в EPUM Systems, правильное уже будет назвать EPUM Нидерланды, потому что такая структура компании, что как бы, да, мы одна компания, но в каждом регионе это своя дочка – EPUM Нидерланды, EPUM Венгрия, EPUM Белоруссия, EPUM Украина и так далее. Это все как бы разная компания, и ты подписываешь контракт уже с этой компанией. Моим переездом занимался уже частично наш travel department, частично HR EPUM Нидерланды. Сам по себе процесс был очень простой для нас, как для тех, кто переезжает, потому что многие вещи делала компания. Есть компании, которые занимаются всеми документами, то, какие нужны апостели, какие переводы, проверка всех документов, чтобы они подходили местному законодательству. Еще EPUM оплачивал дополнительно перелеты для нас обоих, плюс два чемодана на каждого, первое время всякие мелкие расходы, там, например, такси съездить в местный муниципалитет. Нам было необходимо слетать в Киев, получить визы, потому что в Белоруссии нет посольства Нидерландов. И вот тоже перелеты в Киев, и оплату жилья, и все сопутствующие расходы тоже оплачивала компания. Не было никаких нервов, мы четко знали, что вот есть список документов, мы его подготовили, мы его отдали, у нас все на мази, и переехав уже в Нидерланды, мы просто вышли с самолета, приехали в отель, который уже был снят для нас, вместе с кошкой. Мы какого-то большого стресса именно в связи с переездом не ощутили. В марте 2020 года Амстердам опустел, и это было уникальное время, было много страхов, но в то же время было много каких-то плюсов. Например, город действительно был таким пустым, каким он, наверное, не был вообще никогда, про это нам говорили даже местные. К сожалению, ничего нельзя было делать особо, все было закрыто, и все, что мы могли делать, только кататься на велосипеде, и просто изучать окрестности вокруг, что было очень полезно в какой-то степени для нас, потому что мы были на тот момент в Нидерландах 3 или 4 месяца. Амстердам – это такой невероятный красотый город, множество деталей, которые хочется рассматривать постоянно. И, конечно, когда вокруг снуют туристы, а еще, не дай бог, в центре это могут быть какие-то немножко накуренные люди, или, может быть, даже какие-то маргинальные личности, когда тебе нужно просто быть внимательным, тогда ты не так расположен к восприятию красоты. А когда город опустел, мы были вольны делать все, что угодно, кататься на велосипедах, долго там сидеть, рассматривать в самом центре города какие-то дома, каналы. То есть это было, правда, абсолютно уникальное время. В обычное время центр Амстердама – не самое приятное место. Там невероятное количество людей, и большинство из них – это туристы. И, соответственно, для туристов очень много различных аттракций. В плане какие-то развлечения, аттракционы, какие-то вывески, шаурма, дешевое кафе, там сувениры, какие-то семена для тюльпанов и так далее. И это все превращается просто в один сплошной шум. И не то, чтобы даже прогулять, даже мимо проехаться на велосипеде – очень сложно. Ну, когда запретили работать в кафе, и запретили туристам приезжать, город преобразился, потому что пропали эти все вывески некрасивые, которые портили исторические здания, очень красивые исторические здания. Пропали толпы туристов, пропали сувениры и все остальное. И Амстердам действительно превратился в тот старый красивый городок с огромным количеством каналов. Дело в том, что когда в марте все закрылось, мне кажется, всю Европу охватила паника. То есть у меня есть ощущение, что, например, в постсоветских странах это проживалось не так, но здесь это была действительно паника. Компании не знали, что с ними будет, даже большие компании. И меня почти уволили. То есть где-то 2 марта я вышла в новую работу, а уже там 19, где-то марта или 20, буквально после пары недель моей работы мне позвонил менеджер и сказала, что, к сожалению, так как я ньюкамер, меня не могут оставить, потому что компания снижает свои траты, касты. И да, поэтому я уволена. Мне было очень страшно. Хотя с самого начала мы с Владом рассчитывали все наши финансы так, чтобы мы могли жить на одну зарплату. Но так как у нас равноправные отношения, и мне хочется вносить свой вклад в нашу семью, мне было очень некомфортно оставаться без работы. Да еще и в такой период, когда, не знаю, вокруг паника, хаос, непонятно, что с нами будет, непонятно, когда нас откроют. Но в моем случае как-то все разрешилось очень хорошо. Буквально через пару дней после того, как меня уволили, меня позвонили опять и сказали, нет, мы тебя оставляем. Вроде как все не так плохо. И да, ты уже от себя за пару недель хорошо показала, поэтому мы бы хотели тебя попытаться оставить. По моему опыту, мне кажется, это вообще одна из моих лучших компаний. Поэтому до сих пор работаю там и получаю удовольствие. Нидерланды очень удобная страна для экспатов. Люди активно идут с тобой на контакт. Они совсем не против поговорить с тобой на английском, и все они говорят на английском. По статистике, там около 97% местных говорят на английском в том или ином уровне. Но, как показывает практика, этот уровень повыше нашего. Наше знание английского было большим плюсом в переезде и адаптации. Как Влад уже упомянул, здесь все говорят по-английски. И поэтому вот этого вот барьера какого-то, мне кажется, его и не было. Мы просто приехали и сразу начали общаться и с местными, и на работе. То есть вот этой проблемы языка, по сути, ее изначально не было. Я учила язык уже во взрослом возрасте. Где-то в 19 я начала его учить. Просто хотелось поддержать всех тех, кто считает, что он уже взрослый, для того, чтобы учить язык с нуля. Вот, я начала в 19, и приблизительно в 21 я уже заговорила на уровне А2, А1. И потом еще буквально пару лет сверху, и я стала таким, ну, уверенной в себе в плане языка. Но, наверное, самый большой такой скачок произошел именно, когда мы переехали сюда, и я начала работать в полностью англоязычной команде. И здесь я уже просто разговаривалась, и теперь я чувствую себя, ну, вообще, флюент-флюент, прекрасно. Есть такая проблема в плане языка. Дело в том, что в Нидерландах есть еще их родной язык, нидерландский. И если ты знаешь английский, все хотят с тобой говорить по-английски, чтобы это было быстрее, чтобы ты не напрягался. И получается, что как бы ты ни старался учить нидерландский, это сделать очень сложно, потому что, да, местные все время переключаются на английский. Но мы учим. Мы учим, планируем сдавать местные языки. Потому что без... Как бы то ни было, они, да, они прекрасно говорят на английском. Но если ты хочешь завести с кем-то дружбу или какие-то более тесные отношения, там, ходить на пиво и так далее, да, то, естественно, местные будут предпочитать людей, которые говорят на их языке, потому что это расслабленная обстановка. Им не хочется говорить на английском постоянно. Особенно, когда в компании большинство местных. Плюс большой еще просто жизни в городе. Есть типичная история, когда ты едешь в транспорте, что-то объявляют на нидерландском, половина автобуса выходит, и ты такой сидишь. А мне нужно выходить или не нужно выходить? Эти люди вышли, и ты как неместный обращаешься к ближайшему сидящему человеку, спрашиваешь, что же произошло, что сказали по громкоговорителю. Сейчас это немножко проще, потому что ты понимаешь основные слова, когда ты уже учишь язык, да, ты можешь, например, не говорить, но понимание приходит намного быстрее, чем говорение. И поэтому уже в магазинах, ты когда читаешь какие-то сообщения, которые приходят по почте, ведь по почте очень много приходит писем, и часто переводить это с телефоном утомляет, то сейчас ты как минимум можешь понять суть письма, о чем это, о налогах, может быть, может быть, каких-то еще поздравлений с каким-нибудь праздником или что-нибудь еще. Первый год мы арендовали квартиру, и как-то в какой-то момент, когда мы поняли, что мы бы хотели задержаться в этой стране, мы решили, что нужно что-то, что-то принимать какое-то решение, либо мы остаемся в арендованной квартире, которая стоит, ну, как бы достаточно дорого. В год мы отдали нам около 18 тысяч евро за нее, плюс там еще всякие, не знаю, мелкие, плюс мебель, которую мы купили, какие-то, ну, мелкие расходы, которые всегда есть. Коммунальные. Да, которые всегда есть. И как-то мы решили, что мы бы хотели купить квартиру. Купить здесь, вложиться в недвижимость гораздо выгоднее, чем снимать. Если даже ты в какой-то момент решишь уехать назад или переехать в другую страну, продав свою квартиру, ты хотя бы не потеряешь эти деньги, которые ты платил за ипотеку. Плюс в Нидерландах очень комфортные условия по ипотекам, очень низкий процент, очень легко сама ипотека берется. И поэтому, когда я отработала полгода, это обязательно условие для взятия ипотеки, чтобы ты шесть месяцев проработал в Нидерландах, мы начали искать квартиру. Мне кажется, не было каких-то высоких стандартов. Просто хотелось остаться в Амстердаме, остаться в своем районе, в Зеут. Дело в том, что у нас был достаточно широкий фильтр. В плане у нас не было четких требований. Мы хотим только дом, мы хотим только старую квартиру, мы хотим только новую квартиру. У нас было понимание, что мы хотим, чтобы это было приятное окружение, то есть развитый район, развитая инфраструктура. Мы просто убрали только жилье, которое мы, очевидно, понимаем, либо требует какие-то большие вложения, либо в неприятном районе находится. И поэтому нам было достаточно легко найти квартиру. Мы проиграли несколько ставок и нашли эту квартиру. Да, стоит отметить, что здесь делаются ставки на жилье. То есть, если ты видишь какую-то цену, ты не можешь прийти за эту цену, взять и купить квартиру. Да, естественно. То есть, вы боретесь за эту квартиру, вы делаете ставку. А если там квартира стоит 400 тысяч евро, то вы предлагаете продавцу, допустим, 420 за эту квартиру. в зависимости от того, сколько вы можете предложить и насколько вам понравилась эта квартира. И вы уже соревнуетесь с другими такими же людьми, которые могут наличкой, например, заплатить все деньги или докинуть 50. Докинуть большую ставку. Да, я бы сказала, что мы вообще влетели в какой-то последний вагон с покупкой квартиры, потому что, когда страну закрывали второй раз, с рынком недвижимости случилось что-то вообще невероятное. Никто не мог этого спрогнозировать, но люди стали бешено скупать жилье. И вот эти ставки, они выросли просто в энное количество раз. Если мы делали нашу ставку около 15 тысяч евро, но это, кстати, достаточно мало для нас, но нам так повезло, то уже где-то зимой ставки выросли до 50, 60, 100 тысяч. То есть, сделать ставку в 15 тысяч уже было смешно. Плюс, жилье просто отсутствовало на рынке, потому что все скупили, и те люди, которые хотели уже купить себе квартиру или дом зимой или ближе к весне, они очень жаловались на то, что просто нету предложения. Почему не строится новое жилье? Площадь страны очень ограничена, и большинство территорий, которые есть свободной, кажется, свободной от застройки, то это либо частная территория, принадлежит фермерам. И сейчас, да, Амстердам вроде бы город, но у него есть такой деревенский дух, и, соответственно, есть запах обработки полей удобрениями натуральными и натуральными, потому что рядом очень много полей. Мы были очень удивлены, когда мы жили в таком дорогом районе, в арендованной квартире, и мы, значит, просыпаемся в субботу, распахиваем свой балкон, и пахнет навозом. Кричат чайки, пахнет навозом. Да, здесь это буквально всю весну. Привыкаешь, это даже такой изюминка города. Да, и, соответственно, нету места, где строить. И плюс высотки не слишком популярны. Люди не любят жить в муравейниках. И высотки ассоциируются социальным жильем. И поэтому люди предпочитают что-то более компактное, когда поменьше соседей и так далее. А людей все больше и больше. И многие приезжающие хотят жить именно в Амстердаме, потому что рядом много офисов. Если какому-то человеку из вне Нидерландов говорить что-то про Нидерланды, это первая ассоциация, кой город, это, естественно, столица, это Амстердам. Поэтому у многих есть мечта жить в Амстердаме. И это все подогревает рынок очень сильно. И подогревает желание людей выкладывать любые деньги, чтобы только жить в Амстердаме. Самый первый плюс это work-life balance. Я, наверное, приведу пару примеров. Я подписывала свой контракт в пятницу. Так вот, когда я пришла его подписывать, в три часа дня всех уже на столах яла вино, бокалы. Вот. И для меня я только что приехала из Беларуси, когда в пятницу мы все работали в поте лица до последнего рабочего часа. Это был просто какой-то шок. А еще они очень любят брать выходные, даже посреди недели, когда выглядывает солнце или, например, замерзает лед на каналах, что случается раз в 10 лет. Так и было этой зимой. В общем, я пришла в среду на работу, как обычно, села работать где-то середина дня. И тут в чат в общей пишут «Ребята, вот замерз уже лед, в новостях написали, и можно уже кататься. В общем, всем пока, я остаток дня на выходном. Дуй». Для меня это тоже был взрыв мозга. В смысле, сегодня среда, мы должны работать, не важно, что случилось, мы должны пахать. И мне кажется, вот это такая очень большая разница между ворк-лайф-балансом в Беларуси и ворк-лайф-балансом в Нидерландах. Ну, еще красиво безумно. Да. То есть, нет такого места. Есть проблема. Например, в Беларуси, в Минске есть очень красивые места. Но если ты будешь просто идти гулять, не ориентируясь на местности, то рано или поздно ты можешь зайти в место, в котором будет, мягко говоря, не очень приятно. В Нидерландах это практически невозможно. Потому что, да, есть места, там, где есть социальное жилье, например, да, или, естественно, не везде пряничные домики или там, вот такая архитектура. Чтобы зайти в какое-то откровенно некрасивое место, чтобы было грязно, прям, чтобы было неприятно эстетически, это очень сложно. потому что даже в каких-то социальных домах, когда стоят высотки, они всегда отлично выглядят, все очень красиво и общественное пространство всегда очень ухожено, есть зелень, большое количество, огромное количество зелени и просто приятно находиться. Про места, которые меня вдохновляют в Амстердаме. Ну, вообще, очень сложно выделить какие-то конкретные места, потому что весь Амстердам очень красивый и даже когда я выхожу там в субботу в пекарню, чтобы купить хлеб, очень часто ловлю себя на мысли, что вот я иду по какому-то спальнику, а он настолько красивый, что меня это вдохновляет на какое-то творчество. Так что, если вы хотите вдохновиться, я очень советую покататься просто внутри каналов, желательно, когда будет не очень много туристов. Вы можете выбрать, кстати, утреннее или вечернее позднее время и тогда и тогда очень красиво. Вот. Также, наверное, я бы хотела посоветовать парочку музеев, которые вы можете посетить. Это Ван Гог. Это, наверное, самый первый музей, в который мы пошли. А также музей фотографий Фол. Наверное, это вообще мой самый любимый музей, но также он очень атмосферный, он находится в таком пряничном амстердамском домике, и если вы любите фотографию, я думаю, вам абсолютно точно понравится. Наверное, самый популярный музей это Ряйкес-музео. На него нужно планировать прямо несколько дней. Вот. Тоже невероятно интересно, много вдохновения можно подчеркнуть оттуда. И, наверное, я бы хотела сказать, что меня очень вдохновляет обычная какая-то рутина, которая у нас здесь есть. То, как мы по выходным ходим в какое-то кафе с классным кофе, вот, как мы ходим в пекарню, которую держит какая-то семья, и покупаем наши там субботние булочки. Я бы сказала, что даже какая-то бытовая рутина в таком красивом городе, она очень вдохновляющая. Еще одним большим плюсом, я думаю, является велосипедная культура и паблик-транспорт. И, мне кажется, сама страна сделала все, чтобы люди пересаживались с машин на велосипеды. Очень дорогая парковка. В центре приблизительно 7 евро за час. Просто содержать машину очень дорого, потому что нужно платить всякие различные налоги, страховки. Купить машину очень дорого. Поэтому, да, люди передвигаются везде на велосипеде. Это очень легко. Сама среда очень располагает к этому. Здесь нет каких-то высоких бордюров. Поэтому, в целом, ты можешь сесть рядом со своим домом на велосипед и полностью не вставая, не знаю, уехать на другой край страны, например. Что касается паблик-транспорта, он тоже здесь очень удобный. И у нас, кстати, и нет машины. Мы пользуемся только велосипедом и общественным транспортом, если мы хотим, например, съездить в другой город к своим друзьям. Парковочное место, например, в нашем доме стоит 40 тысяч евро. Поэтому, пока мы даже не рассматриваем покупку машины, ее нету в наших планах, потому что это а, дорого, и б, по-моему, совершенно не нужно, если ты живешь в Амстердаме. Еще я бы очень хотела отметить какую-то общую любовь к жизни у нидерландцев. Как только выходит солнышко, они сразу же рассыпаются по улицам, даже если у них нету там балкона или какой-то своей территории, они просто садятся перед домом, достают какие-то стульчики, бокалы с вином, садятся, какие-то закусочки, зовут друзей. Вот, поэтому какой-то вот эта вот их любовь к жизни, это что-то, конечно, невероятное. В первый весенний теплый день не будет ни одного пустого места на всех газонах. Все газоны, это будут столики, какие-то покрапледики, вино. ЗОЖ. Я была в шоке, когда увидела в парке бегающих 80-летних пенсионеров. Да их даже пенсионерами сложно назвать, потому что они в форме физической лучше, чем я сейчас. Вот, они бегают, они ездят на велосипедах, они катаются на байдарках, они сапают, в общем, ходят на всякие различные тренировки, несмотря на то, что они ведут и так достаточно активный образ жизни. В общем, вот эта какая-то культура здорового образа жизни, она удивляет. Хороший пример наши соседи, например, Рупа и Маряйка. Им по 75 лет, они выглядят прекрасно, Роб занимается фитнес-пилатесом, а Маряйка ушу. Да, какое-то единоборство, вот. Стараются ходить максимально по лестнице, выгуливать свою собачку, готовить без соли. И они прекрасно выглядят. Вот, они прекрасно выглядят, да, как-то вот и не скажешь, что им уже за 70. Все по плюсам, так очень коротко, из минусов мы первым обозначили медицину. Ну, тут как бы сложно сказать, минус ли это, но для нас, для людей, которые привыкли, наверное, по любому поводу, да, вызывать скорую, бежать к врачу, как бы достаточно сложно подстроиться под нидерландскую систему здравоохранения, потому что здесь всем координирует house arts, это такой терапевт или семейный врач, и вы не можете просто напрямую пойти и попасть к специалисту. Сначала вы приходите к своему house arts, он смотрит, что проблема действительно есть, и потом уже направляет вас к специалисту. И у меня даже пару раз так было, что я приходила, говорила, что я хочу попасть к такому-то, такому-то врачу, а мне говорили, нет, вы как бы здоровая молодая девушка, попейте там чаю и успокойтесь. Так что и походникам, я думаю, в этой стране будет достаточно сложно. В Нидерландах есть один большой минус. Это отсутствие дикой природы, именно дикой природы, да, есть природа, которая рядом, очень много, то есть вокруг парки зайчики бегают, косули, можно на дюны посмотреть, но это все очень цивилизованное, это национальные парки, это немножко не то, к чему мы привыкли в Беларуси. А я, как человек, очень любящий походы, здесь чувствовал себя неуютно, и я подумал, что я буду ходить в велопоходы. Я купил себе велосипед, купил классный gravel bike, прокатился здесь недалеко, километров 60, поставил его, почистил, и забыл его привязать к месту парковки. А дело в том, что у нас дома крытая парковка, и она закрывается, и чувствуется, как что-то безопасное, потому что это отдельная комната, то есть это не велик на улице стоящий, и я думал, что ничего с ним не случится дома. Быстрая ставка, чтобы вы понимали, как Влад любил этот велосипед, у него было имя. Его звали Птах. И буквально на следующий день в нашем общем чатике дома наши соседи пишут, я прихожу на велопарковку, и нет моего электровелосипеда. И тут другой осед пишет, и моего, и моего. Я вспоминаю, что я-то свой велосипед не привязал. Я спускаюсь вниз уже с цепью, встречаю своего соседа у двери на велопарковку, он ушел тоже проверять велосипеды. Я понимаю, что слишком поздно. Его нет. И, естественно, мы написали в полицию, но дело в том, что здесь именно преступления по краже велосипедов практически не дают никакого хода делу, потому что это слишком часто происходит, и найти велосипед очень сложно. То есть, часто его ищут, конечно, по номеру рамы, и если какой-то особенный по описанию подходит, то его полиция может проверить этот велосипед на улице и посмотреть, есть ли номер рамы в базе украденных велосипедов. Но ничего не мешает вывезти в другую страну, в соседнюю Германию, переписать велосипед, и, соответственно, найти очень сложно. И полиция на мое письмо ответила к сожалению, но мы расследовать это преступление не будем, поэтому если у нас какая-то будет информация случайная, которая у нас появилась, мы с вами ее поделимся. У меня еще был городской велосипед, и мы его купили бэушный. И я им был доволен, он был просто городской велосипед. Но однажды зимой мы ехали по центру города, и он у меня разъехал с этой части. У меня переднее колесо просто улетело вперед, руль куда-то отвалился, и я понял, что, наверное, нужен новый велосипед. Да, но еще, наверное, стоит добавить, что к первой истории, что велосипедные кражи, это, по-моему, здесь самое-самое популярное преступление. Это объясняет то, почему полиция частенько просто закрывает кейс и не продолжает расследование, потому что велосипеды крадутся бесконечно. Есть люди, у которых крали по пять велосипедов, по шесть велосипедов. У меня пока вроде как ничего не крали, но возможно, это потому, что я покупаю постоянно велосипеды секонд-хенд, они не очень хорошо выглядят. Вот, возможно, это как-то отпугивает. люди очень прямолинейные по нашим меркам. То есть, если у них есть что-то на душе, что-то им не нравится или не нравится в твоем поведении, тебе про это обязательно скажут. Это не будет в грубой манере, не будет какая-то агрессия, но в то же время часто ты себя ловишь на мысли, чтобы у нас человек никогда так не сказал. Хороший пример, мы однажды сидели с друзьями в кафе и в связи с событиями из Беларуси, в Беларуси все знают о том, что происходит. И когда соседи наши по столику узнали, что мы из Беларуси, они начали расспрашивать и в конце одна из женщин сказала «Я так счастлива, что я не живу в Беларуси или не родилась в Беларуси». Да, в этот момент было немножечко больно. Нам это очень неприятно и нас это возможно даже в какой-то мере оскорбляет, потому что все-таки это наша страна и у нас не принято так говорить прямо. Понятно, что она не хотела ничего сказать злого или умышленно обидеть нас, но все-таки в нашей культуре так не принято. Или, например, у Ани был случай, когда... Вообще мы были на небольшом корпоративе и наша коллега из Индии принесла индийский чай со специями и коллега-голландец, когда он попробовал и понял, что ему не нравится, он сразу же сказал, что ему не нравится и вылил этот чай в траву. Вот. Вот это еще один такой пример прямоты. То есть, когда я сидела и давилась этим чаем, мой коллега-голландец просто сразу же вылил его в траву. Когда страна закрылась и мы... Единственным развлечением было кататься на велосипедах гулять по городу. Мы были вынуждены искать что-то еще, потому что, ну, просто сидеть дома, работать и выходить на улицу можно было сойти с ума. И мы погуглили, и так как Влад большой любитель походов, я ходила вместе с ним. Мы решили поискать что-то, что-то похожее здесь. И нашли пеший маршрут Питерпад. Это маршрут длиной в 500, приблизительно 500 километров. который идет с севера страны через всю страну на юг. Есть такая легенда, надеюсь, я не привру, плохо ее помню. Когда-то давно жили две подружки, и у них не было никаких транспортных средств, чтобы ездить друг к другу в гости. Одна жила на севере, другая, соответственно, на юге. И они решили найти просто красивый пеший маршрут, который бы проходил через самые красивые места страны, чтобы ходить друг к другу в гости. И мы решили также пройти этот маршрут, он поделен на этапы. И тогда, когда страна была закрыта, мы на выходные уезжали и проходили по одному, два, три, четыре этапа, сколько мы могли пройти. Да, нам еще очень повезло, что у нас есть друзья, которые тоже любят ходить в походы, и когда мы рассказали, что есть такой маршрут, они сразу загорелись и предложили давайте уже на следующий выходной пойдем. Да, иногда мы останавливались в каких-то отелях, иногда мы останавливались в кемпингах, в палатках, что тоже очень классно здесь в Нидерланах. Я, если честно, была удивлена, насколько классные кемпинги здесь. С нами в один из таких походов, в одни выходные случилась такая история. Дело в том, что мы ходили и зимой, потому что зима здесь очень комфортная, похожа на осень нашу. Мы шли-шли, в какой-то момент начался снег, что вообще достаточно редко для Нидерландов. И в какой-то момент снег начал усиливаться, дороги даже немножко припорошило снегом. Когда мы уже собрались ехать домой и пришли на станцию, мы поняли, что весь паблик-транспорт остановлен из-за снега. Мы стояли на таком вокзале, он был крытый, но все равно продувался метелью, все еще шел снег, и абсолютно вся страна остановилась. Для нас это было просто удивительно, потому что снега было не так-то много. Там буквально припорошило дорогу, но все остановилось, это было воскресенье, на следующий день нам всем нужно было выходить на работу, и мы экстренно начали искать, кто бы нас мог увезти. Слава Богу, нашлась коллега наших друзей, которая приехала за нами из Амстердама, привела на дороге два с половиной часа, чтобы доехать до нас. Это тоже как один из минусов. Здесь не сильно готовится к такой погоде, потому что она редко происходит, и порой это кажется смешно нам, потому что для нас это не казалось какой-то катастрофой, но метель, метель, всегда метель, что не привыкли к метелю, зима же, выпал снег немножко, а там выпало буквально, ну вот столько, там буквально пять сантиметров снега выпало, и все, все остановилось. Механизмы, которые переводят стрелки на железной дороге, они замерзают, и чтобы поменять сна не замерзающие, или как-то их обогреть, это требуется большие деньги, которые они считают нерентабельным тратить. И поэтому периодически, когда наступают морозы или метель, они просто ничего с ними не делают, и транспорт перестает ходить. Спасибо, что посмотрели нашу историю переезда, надеемся, что она была не только интересной, но еще хоть сколько-то полезной, и если вы собираетесь, планируете переезжать, не бойтесь, в 2021 году мне кажется, это не так страшно делать, как раньше. Заручитесь поддержкой близких, начитайтесь полезной информацией в блогах, погуглите, будьте к себе добрее, и все получится. Всем удачи. Подписывайтесь на канал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok